приветствую друзья blackview active 8 pro это настоящий монстр мира защищенных планшетов в хорошем смысле этого слова он получил защиту от ударов и падений может без последствий пережить погружение под воду оснащен гигантским аккумулятором на 22000 миллиампер часов и этот конечно далеко не все его преимущества приятный дисплей поддержка сетей 4g современный чипсет нормальный объем оперативной памяти емкий накопитель blackview active 8 pro можно запросто назвать флагманом среди китайских защищенных планшетов планшет не боится грязи воды интересно выглядит и имеет на борту множество интересных фишек в общем как вы уже наверняка поняли планшет мне понравился но обзоре я подробно расскажу об этом интересном устройстве ну и конечно же подкреплю все тестами бенчмарками и результатами собственных наблюдений за месяц технические характеристики вы можете наблюдать на экране если интересно можете остановить и изучить ну а я предлагаю ознакомиться с комплектацией тем более она здесь весьма щедрая зарядное устройство на 33 ватта usb-c кабель стилус OTG переходник иголка для извлечения лотка а также съемный кожаный держатель и отвертка для его установки ну конечно же есть документация гарантийный талон и инструкция пользователя но она интереса какого то не представляет а также на экран уже наклеена защитная пленка которая подойдет на первое время посмотрим на некоторые аксессуары поближе металлический OTG переходник он у нас идет с usb-c на usb-a выглядит как миниатюрная флешка но его пользу сложно переоценить этот переходник позволяет подключить флеш накопитель дополнительные аксессуары например компьютерную мышку или клавиатуру а также позволяет зарядить от планшета сторонние устройства да вы не ослышались вы можете использовать планшет как пауэрбанк и подзарядить от него свой разрядившийся смартфон или беспроводные наушники интересным решением было совместить иголку для извлечения лотка с инструментом для открытия заглушек видим что с противоположной стороны она имеет такой вот небольшой крюк которым удобно поддевать заглушки давайте я покажу что имеется ввиду ну понятно защищенный планшет у нас закрыт заглушками они очень плотные таким образом подковыриваем и видим что заглушка очень легко снимается так ну и держатель для планшета который облегчает использование девайсом его можно не устанавливать но в некоторых случаях он просто незаменим держатель снизит нагрузку на руки то есть мы вот таким образом всовываем руку держим получается уже планшет в руке при этом мышцы не напрягаются для чего это будет удобно ну если вы например работаете экспедитором аудитором то есть скажем так пользуетесь планшетом по работе часто и в дороге ну в принципе как бы и даже в обычном пользовании это удобно то есть такая ручечка за нее удобно брать удобно держать ну довольно интересно здесь у нас получается кожаная основа и две резиновых вставочки по бокам ну а закручивать ее нужно при помощи вот этого вот комплектного инструмента так управлять планшетом можно как при помощи скажем так пальцев то есть классическим способом так и при помощи стилуса кстати обратите внимание стилус здесь необычный он с таким вот плоским наконечником ну сразу скажу что рисовать с его помощью неудобно но зато удобно выполнять различные действия то есть жесты работать скажем так с виртуальной клавиатурой тоже удобно собственно это такой вот скажем рабочий вариант рабочий стилус колпачок у нас кстати магнитный не потеряется он магнитится с обоих сторон то есть сзади и спереди ну в любом случае это неплохо да большинство производителей у нас в принципе стилусы вообще никакие не используют но здесь уже он есть в комплекте про зарядное устройство и скорость зарядки я хотел бы рассказать более подробнее при своих компактных размерах зарядка может выдавать до 33 ватт и динамически переключает напряжение от 3.3 до 11 вольт в режиме pps то есть programmable power supply то есть как бы зарядка опрашивает планшет самостоятельно переключает напряжение чтобы получить максимально эффективную зарядку мною была зафиксирована максимальная мощность зарядки 28 и 2 ватта полная зарядка от 0 до 100 процентов заняла 4 часа 30 минут ну собственно по минут на процесс выглядит так 10 минут 5 процентов полчаса 15 1 час 30 процентов полтора часа 44 2 часа 58 3 часа 85 4 часа 97 и полностью заряжен за 4 часа 30 минут ну там плюс минус пару минут при помощи тепловизора во время зарядки было определено наиболее гармонично горячее место планшета а именно их два оказалось это контроллер около usb разъема и район собственно сам аккумулятор туда я прикрепил температурный датчик чтобы отслеживать температуру во время зарядки ну а второй температурный датчик расположил на самой зарядке чтобы оценить насколько она тоже нагревается на основании полученных данных я построил простенький но наглядный график как видите температура аккумулятора растет с комнатных 23 градусов до максимальных 33 после чего ток падает а вместе с ним начинает снижаться температура пик нагрева приходится на втором третьем часу тогда же максимально возрастает и температура зарядного устройства это 34 градуса но в целом все значения в пределах нормы перегрева нет ну а теперь давайте посмотрим на внешний вид элементы управления планшет получил прочный противоударный корпус дополнительно усиленный на гранях и по углам ну то есть мы видим да что вот эти вот углы они утолщены они более такие плотные в принципе не боится он ударов падений с небольшой высоты защищен хорошо а крупные рамочки у нас здесь достаточно крупные видим и также есть вот выступающий бортик над экраном ну а также используется стекло corning gorilla glass 5 поколения и все это конечно же призвано защитить устройство от случайных ударов и падений с небольшой высоты да фронтальная камера у нас расположена по длинной стороне что говорит об акценте на горизонтальное использование ну а рядом с камерой можно обнаружить весьма полезную давно забытую но весьма полезную фишку а именно индикатор уведомлений давайте сделаем попроще подключим зарядное устройство и вы можете оценить индикатор вот он здесь индикатор у нас трехцветный как в лучшие времена синий значит говорит о пропущенном событии то есть звонок уведомления красный говорит о разряженном аккумуляторе или собственно процессе зарядки ну а зелененьким загорится тогда когда аккумулятор будет полностью заряжен также можем заметить что я не снял защитную пленку ну сделал я это неспроста так как несмотря на то что здесь корнин горилла глаз 5 и она имеет это стекло имеет хорошую защиту от ударов но от царапин оно защищает слабо хуже даже чем вот прошлые поколения например корнин горилла глаз 3 и поэтому я пока решил не снимать пленку думаю лучшим решением будет здесь использовать гидрогель ссылочку на гидрогелевую пленку я оставлю под видео на эту модель то есть если как бы интересно можете посмотреть она добавит именно недостающей защиты от царапин ну а стекло хорошо защищает от ударов ну все же давайте вернемся к тыльной стороне посмотрим там еще много чего интересного так здесь можем видеть дизайн как я уже говорил он какой-то космический и вот элементы образуют букву Х на крышке а сам пластик такой вот плотный немного прорезиненный а цепкий совершенно не скользкий в углу расположена камера и светодиодная вспышка в этот раз в Blackview не стали устанавливать какие-то дополнительные объективы то есть затычки делать не пошли на поводу скажем так у моды и обошлись одной но качественной камерой как мне показалось дизайн в общем перекликается с другими устройствами Blackview например мне как бы очень напоминает смартфон Blackview BV8900 который был у меня также на канале на обзоре вот вместе они смотрятся максимально гармонично кстати если интересует хороший защищенный смартфон то рекомендую ознакомиться с обзором Blackview BV8900 ссылочка будет под видео так ну защита у нас также идет всех разъемов она обеспечивается при помощи как я уже говорил заглушек значит здесь у нас разъем для подзарядочки USB-C далее у нас идет слот для сим-карты и он же у нас как бы гибридный то есть можно использовать две сим-карты одновременно можно использовать одну сим-карту и карту память и также есть разъем для аудио наушников в стандартный разъем так как планшет уличный то логично что ему нужен мобильный интернет ему нужна связь и GPS здесь это конечно же все присутствует в полном объеме ну а кнопки разместили с противоположной стороны здесь у нас все стандартно блокировка и управление громкости а вот динамики стерео у нас здесь то есть два динамика их сместили в нижнюю часть и это пожалуй единственная недоработка в плане эргономики в определенных моментах обычно это игры когда нужно вот держать вот так вот двумя руками планшет вы будете частично закрывать звук закрывать динамик но как бы в остальном могу отметить только положительные моменты звук очень классный объемный и басовитый с фирменной настройкой от Harman есть детальность и приятные верха есть даже низкие частоты наконец то не только лидеры стали уделять звучанию внимание скажем так ну сравнить реально я могу с Galaxy Tab S9 с флагманским планшетом от Samsung который был у меня также на обзоре ну примерно реально это один уровень звук не только качественный но и громкий то есть крупные габариты корпуса позволили скажем так установить крупные динамики смотреть фильмы или играть очень приятно но предлагаю вам оценить самостоятельно понятно что через динамики вы не сможете оценить качество как-то но хотя бы там общую громкость общий частотный диапазон вы понять сможете как-то как-то ну думаю в целом как бы смысл понятен оценим давайте толщину планшета вот так вот выглядит все это 16 8 миллиметров для устройства с аккумулятором 22000 миллиампер часов это напомню четыре емкости среднестатистического смартфона ну кажется совсем и немного конечно этот не air да не ipad air но ради сумасшедшей автономности я готов на прибавку в габаритах и весе в общем-то исключительно для дома и каких-то диванных сценариев когда есть возможность подзарядиться в любой момент такая автономность наверняка особо и не нужна но а для использования вдали от розетки самое то хотя даже дома мне сложно переоценить огромную батарею заряжая планшет раз там в 5-7 дней при самом что ни на есть активном использовании ну а теперь давайте посмотрим на дисплей здесь у него диагональ 10 36 дюймов и разрешение 2000 на 1200 пикселей детализация составляет 225 ppi в качестве матрицы использовали качественную ips панель с корректными настройками цветопередачи изображение приятное никакой синевые или других заметных каких-то завалов по цветам очень и очень приятная картинка есть фильтр синего цвета есть режим чтения есть ночной режим частота опроса сенсора 120 герц поддерживается одновременное распознаванием до 10 касаний ну а частота обновления экрана стандартные 60 герц яркости достаточно для комфортного использования в любых условиях в ярко освещенном помещении достаточно 50 60 процентов от максимума с приглушенным светом можно пользоваться уже при 20 30 процентах ну а на улице яркость конечно же придется выкручивать на максимум но содержимое экрана хорошо читается солнечную погоду экран слепнет но пользоваться планшетом вполне реальным углы обзора высокие под углом цвета не искажаются яркость падает незначительно черный цвет под острым углом получает эффект свечения что характерно для любых IPS экранов равномерность подсветки хорошая заливка белым не показала отклонений в яркости или оттенках заливка черным показала едва заметные утечки подсветки в углах в целом ничего криминального даже у а брендов результат чаще бывает хуже фотометрия с показателями максимальной яркости и цветовой температурой вы видите на экране дисплей не мерцает на любых настройках яркости коэффициент пульсации минимальный опять же обратимся к фотометрии видим яркость 100 процентов 50 и 20 процентов ну и также график пульсации то есть мы видим что пульсации фактически нет даже при низкой яркости теперь немного об операционной системе и настройках планшет работает на системе doc os 3.0 которые свою очередь базируются на android 13 оболочка шустрая ну а что касается интерфейсов да то здесь у нас все в принципе стандартно можно создавать папочки ярлычки на рабочих столах можно использовать меню приложений предустановлены приложения и сервисы от google ну а также есть некоторые интересные и полезные программы от blackview например есть морозилка которая позволяет заморозить на любое приложение без его удаления и потом когда вы как бы захотите снова ним пользоваться вы вы можете в любой момент разморозить а также есть набор полезных инструментов где вы можете найти уровень компас шумомер есть удобный менеджер системы который позволяет настроить работу планшета и системы в разных режимах ну а если вам это все покажется сложным не переживайте в системе доступно подробное руководство по эксплуатации на русском языке с описанием основных возможностей и функций из интересного также отмечу функцию трансляции изображения это так называемый screen mirroring работает функция из коробки без установки сторонних приложений и танцев с бубном но это еще не все планшет оснащен nfc модуля который можно использовать для бесконтактной оплаты на кассе наверняка будут в шоке когда вы поднесете огромный планшет к терминалу но сам факт платить можно а то же самое относится и к функции разговоров а здесь есть такая возможность но так как здесь нет разговорного динамика то будет осуществляться звонок при помощи громкой связи ну если вы хотите приватности то можно воспользоваться проводной гарнитурой или bluetooth наушниками а теперь давайте еще посмотрим на настройки здесь в принципе все стандартно то есть можем настроить подключение к интернету звук или изображение для изображения у нас доступна оптимизация цветовой температуры и экрана можно выбрать режим стандартный или яркий а в профессиональном режиме можно отрегулировать температуру цветовую температуру баланс белого так как я уже говорил есть настройки индикатора уведомлений его можно в принципе отключить если он не нужен также здесь есть обойки персонализация можно поменять тему значки что касается звука то здесь тоже есть небольшие настройки то есть мы можем выбрать один из режимов звучания то есть музыка фильм игры голоса или режим smart то есть умный режим в котором планшет сам определяет тип воспроизводимого контента и автоматически меняет звучание для наиболее лучшего эффекта одной из фишек доку с конечно же является режим компьютера который позволяет открывать приложение в оконном режиме и увеличивает многозадачность то есть если подключить беспроводную клавиатуру то можно использовать устройство как нетбук или печатную машинку для работы с текстом при переходе в этот режим интерфейсы становятся похожи на те которые используются windows то есть появляется аналог кнопки пуск появляются папки появляются другие привычные элементы например панель задач и в этом режиме планшет получает улучшенную поддержку клавиатуры и мышки а также оконный режим который увеличивает многозадачность то есть я могу открыть второе окно с youtube видео могу открыть третье окно с игрой и все это работает одновременно причем нормально и даже не тормозит а теперь давайте посмотрим на производительность запустим некоторые бенчмарки стресс-тесты ну для начала давайте посмотрим на железо в качестве чипсета здесь использовали helio g99 от mediatek который выпустили в середине 2022 года это решение для устройств среднего класса которые обеспечивают хорошую производительность для большинства задач процессор получил двухкластерную архитектуру с двумя производительными ядрами cortex a76 по 2 и 2 гигагерца и 6 энергоэффективных ядер cortex a55 по 2 гигагерца благодаря тонкому техпроцессу 6 нанометров планшет экономно расходует заряд аккумулятора и не подвержен чрезмерному нагреву ну а в качестве видео ускорителя использовали mali g57 mp2 все это работает в связке с 8 гигабайтами оперативной памяти и и уси накопителем на 256 гигабайт так ну и собственно результаты в популярных бенчмарках antutu 10 408 тысяч гигбенч 6 2057 в многоядерном режиме и 733 в одноядерном и тест wild life 1233 балла а в стресс тестах планшет показал себя с лучшей стороны 30-минутный троттлинг тест на 100 потоках показал падение производительности на восемь процентов а cpu slow down за 20-минутный тест зафиксировал замедление всего на три процента ну а графический стресс тест wild life показал устойчивость 99 и 4 процента накопитель в зависимости от бенчмарка показывает от 413 до 585 мегабайт секунду на запись и от 572 до 1015 мегабайт в секунду на чтение существенная разница в результатах обусловлена как методикой тестирования разные программы да так и разным объемом данных копирование памяти составляет около 6 гигабайт в секунду далее я протестировал качество интернет соединения и работу в сетях 4g мобильную сеть планшет ловит уверенно что касается средней скорости то я получил 47 мегабит на скачивание 40 мегабит на отдачу что касается вайфай то здесь есть поддержка 5 гигагерц и где я получаю скорость около 282 мегабит в диапазоне 24 в условиях многоквартирного дома средняя скорость составляет 46 мегабит подобные планшеты могут использоваться в туристических походах поездках поэтому gps модуль лишним точно не будет чувствительность планшета порадовала видимо использовали крупные по площади антенны более 50 спутников зоне видимости 33 в активном соединении точность позиционирования 1 метр есть магнитный компас проверил gps в реальных условиях трек четко совпадает с картой ну и конечно же игры чипсет helio g99 отлично справляется с играми с игровой нагрузкой дает возможность запускать современные хиты с высоким показателем fps посмотрим как блэквью актив 8 про справится с некоторыми популярными играми ну а поможет мне в этом геймерский бенчмарк game bench первая игра hearthstone которая на кажущейся простоту весьма сильно нагружает железо и запросто кладет на лопатки бюджетные чипсеты вроде unisoc tiger t616 где эта игра тормозит даже с низкой частое обновление в нашем случае переживать нечего можно ставить настройки на максимум и получаем максимально плавный геймплей fps на уровне 60 кадров в секунду на протяжении 98 процентов игрового времени короткие просадки до 45 50 fps практически не ощущаются игра работает отлично следующая игра call of duty настройки в игре ограничены средними но можно выставить высокую частоту кадров также добавил эффекты сглаживания тени и реалистичный прицел естественно скачал текстуры в высоком качестве средний fps получился на уровне 57 падение на графике это загрузки между раундами различные системные экраны однако если посмотреть внимательно на график то видно что все же производительность снижается от нагрева то есть первые две катки у меня были с максимальными 58 60 fps но потом появились просадки до 40 50 в общем для идеальной игры лучше снизить настройки числа кадров в секунду до значения средней тогда будет все более ровно и еще один графонистый шутер shadow gun legends в миссиях и во время боя получаю 55 60 fps ну а в городе посложнее конечно и поэтому 40 50 в общем как видите играть можно в любые игры в самых требовательных лучше снизить настройки до средних тогда не будет резких просадок ну а попроще конечно пойдут на максимал очках стоит также упомянуть об игровом режиме в котором можно ограничить уведомления вызовы и управлять всплывающими окнами самой игре появляется специальная панель при помощи которой можно регулировать некоторые параметры к примеру можно управлять производительностью по умолчанию она стоит на сбалансированном режиме то есть вот все тесты я проходил с этой настройкой ну а если переключить в производительный режим то немного увеличится фпс но в то же время планшет будет больше греться и наоборот если включим режим энергосбережения расход аккумулятора будет минимальным ну и производительность упадет так теперь поговорим о камере как бы в любом планшете в принципе эта функция довольно таки второстепенная поэтому многие производители устанавливают откровенные затычки и вообще не парятся по поводу там каких-то настроек пост обработки и так далее тем не менее как бы в уличном планшете это может быть рабочий инструмент да и в помещении часто бывает нужно сфотографировать отправить какой-нибудь там файл не знаю документ в общем в blackview active 8 pro решили поставить что-то более-менее вменяемое да здесь остановились на 48 мегапиксельном сенсоре samsung и со сел джем 2 камера поддерживает технологию тетра пиксель она умеет объединять 4 пикселя в 1 также есть пост обработка и улучшение снимков от arcsoft ну в целом как бы не скажу прям что это какой-то невероятный супер мега топ уровень но намного лучше чем большинство планшетов то есть есть возможность съемки в режиме 48 мегапикселей так вот он позначается как 48 миллионов но кроме как бы увеличением объема принципе не особо как бы так эффект можно сказать заметен хотя например если после того как вы сняли приближать то сделать кроп то конечно же деталей будет больше при режиме 48 мегапикселей однако думаю что на планшете люди будут не часто использовать такую возможность что ж давайте посмотрим на примеры снимков цветопередача нормальная детализация присутствует резкость равномерно по всей площади снимка фокусировка точная быстрая динамический диапазон широкий также есть возможность цифрового приближения двухкратная получается довольно неплохо возможно как раз используется вот этот вот 48 мегапиксельный режим но в программном способе то есть камера делает за вас все сама и так же вот небольшой пример съемки текста при искусственном освещении и вот еще он этот же текст только поближе и уже с приближением 2x что касается фронтальной камеры то здесь 16 мегапиксельный сенсор хеникс хай 16 34 кью ну и для видеосвязи возможности его будет вполне достаточно так что ж теперь поговорим про мультимедиа ну само собой подразумевается что у нас как бы планшет можно использовать для просмотра видео здесь у нас большой крупный дисплей плюс качественные динамики ну и можно смотреть видосики к сожалению сразу хочу сказать что дирм инфо показал wide wine l3 что собственно ограничивает качество в лицензионных кинотеатрах таких типа как нетфликс там apple tv до качества sd с отечественными лицензионными кинотеатрами также могут быть какие-то нюансы однако тут уже надо смотреть ну как каждый отдельный случай ну а вот народные кинотеатры скажем так наша любимая лампа работает изумительно с максимально доступным качеством потому как здесь никаких лицензий с вас не требуют как и денег за подписку давайте на главную выйдем собственно пожалуйста смотрите фильмы бесплатно не рекламу но правда требуется кое-какая настроечка так что касается ютуба то здесь у нас качество доступно в плоти до 1440 пи давайте посмотрим 4к 60 fps запустим видео ну в принципе стандартно до коста-рика перейдем настроечки и выберем качество максимальное а то есть ну планшет без проблем тянет 1440 пи 60 fps и и без пропуска кадра все плавно и без подтормаживания ну и последний момент скажем но далеко не самый последний по значимости а возможно даже один из наиболее важных в этом планшете это огромная автономность ну шутка ли аккумулятор на 20 2000 миллиампер часов нет это реальность которая позволяет свободно пользоваться девайсом без оглядки на розетку в моем случае это выходит примерно 5-7 дней при этом я активно играю в hardstone не менее часа двух в день пользуюсь постоянно браузером ну и собственно иногда пользуюсь текстовым редактором для того чтобы там корректировать статьи или писать новости на одном из сайтов однако конечно же понятие активного использования у всех разное до яркость экрана очень сильно влияет на время работы поэтому я провел простенький тест с цикличным воспроизведением full hd видео на youtube в первом тесте выставил яркость на максимум видео растянул полноэкранный режим чтобы скрыть поля и установил громкость около 30 процентов планшет проработал 15 часов 44 минуты ну а второй раз я снизил яркость до 50 процентов при остальных равных условиях и получил 27 часов 55 минут больше суток можно смотреть непрерывно видео на ю тубе мечта красноглазиков ну а в смешанном режиме это benchmark work 3.0 планшет продержался 26 часов 59 минут еще один момент который следует напомнить планшет поддерживает обратную зарядку то есть его можно использовать как powerbank чтобы подзарядить беспроводные наушники или даже смартфон если он неожиданно разрядился для этого есть у тиджи переходник в комплекте ну что ж blackview active 8 pro это большой тяжелый планшет и этот факт является главным к рассмотрению перед приобретением он вдвое толще и вдвое тяжелее большинства планшетов но на мой взгляд это справедливая цена за его преимущество а именно огромнейшую автономность ну собственно аккумулятор в три раза больше чем у скажем так более легких собратьев а еще мощную защиту корпуса которая позволяет без опасений пользоваться устройством на улице в том числе и при сложных погодных условиях вроде там дождя или снега и что самое главное производитель позаботился не только об этом но и использовал нормальное железо хороший экран современный чипсет большой объем быстрой памяти ну и даже адекватную камеру то есть по своей сути active 8 pro это крепкий средний класс но в мощном корпусе и с огромным аккумулятором такое нам надо ставим лайки за видео подписываемся на канал с вами был злой до новых встреч